МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как прошло заседание? История раздора. Украинские националисты протестуют возле посольств Польши. Что вызвало волну негодования? Президент внес в парламент представление на назначение членов Центра Сбиркова. Кандидатур пока 14, хотя в составе комиссии 15 человек. Список обнародовал спикер и, по его прогнозам, кандидатуры могут утвердить до конца месяца. Но сначала претенденты должны пройти спецпроверку. Она займет до 20 дней. До конца февраля возможно еще одно кадровое назначение главу Назбанка. На эту должность, напомню, претендует заместитель председателя НБУ Яков Смолей. Профильный комитет Верховной Рады уже рассмотрел и поддержал кандидатуру Якова Смолея на должность руководителя финрегулятора. До конца месяца нардепы планируют закрыть не только кадровые вопросы, но и решить судьбу антикоррупционного суда. А также дать ответ польскому сейму на так называемый антибандеровский закон. Что скажут иностранным коллегам и какие вопросы приоритетные на этой сессии, Елена Зорина продолжит. Отдохнувшие и посвежившие они уже завтра вернутся в зал. Начать новую сессию депутаты планируют с вопроса международного и политического. Сразу же хотят дать ответ польским коллегам на так называемый антибандеровский закон. И призвать президента соседней страны его не подписывать. От себя, от фракции Нейронного фронта вернулся к президенту Украины Петра Пороженко, чтобы он сделал все, чтобы эта постанова не была подписана президентом Анджея Дудой. Также вернулся к президенту Поча Анджея Дудой, чтобы он не подписал, потому что неможливо строить дружные отношения при принятии таких документов. «Спильная позиция польской страны и украинской страны относительно вековечного спильного врага России – это запорука и нарежный камень безопасности Украины, безопасности Польши и безопасности Европы. И вся эта вовтузня вокруг исторических фактов минулого столетия – есть шкода этому каменю?» А дальше работа над хвостами то, на что не хватило сил или голосов на прошлой сессии – вопрос создания антикоррупционного суда. Уже завтра депутаты снова попробуют внести его в повестку новой сессии. Сейчас под куполом зарегистрировано пять законопроектов президентский и четыре альтернативных от нардепов. И хотя они больше месяца пылятся в парламенте, избранники никак не определяются, какой из них лучше. Сторонники президентского документа говорят, его можно доработать, но во втором чтении. А вот противники его нужно заново переписать. Никакие изменения невозможно внести в тот законопроект, который сейчас есть. Там концептуально другие засады, которые абсолютно не отвечают висновкам Венецианской комиссии. Законопроект, внесенный президентом, полностью отвечает висновкам Венецианской комиссии. И очень простой пример, который мы сейчас наводим, вот это, когда мы говорим, например, про право вета на призначение судей, то оно есть в международных экспертах. Пока нардепы отдыхали, оппозиционеры зарегистрировали постановление об отмене закона о деоккупации Донбасса. Мы кадрично против закона, который был принят, так званый закон про реинтеграцию, который на самом деле не несет никакого механизма восстановления территориальной силы и повернения территории людей в Украину. Есть резолюция ПРМ по гуманитарным последствиям войны в Украине, с которым парламент должен регулировать вопросы Минских угод. Кроме того, оппозиция готовит обращение в Конституционный суд относительно медицинской реформы. Грозят подать его уже на следующей неделе. Пенсионная реформа и медичная – это великий обман населения краины. Первые наследки уже есть, закрываются лекарни в селах. Мы зарегистрировали постанову про отстанавливание с посады выполняющего обязанности министра охраны здоровья. Она не имеет права работать в порушении регламента выполняющего обязанности так долго. Кроме того, по нашим данным, она имеет подвинное гражданство. Вопрос пересчета пенсий для военных в правительстве обещают рассмотреть уже в ближайшее время. Парламентариям премьер пока предлагает обратить внимание на экономику. 35 законов, они надзвучайно важливыми. Доступы до финансов для бизнеса, разумных регуляций, доступы до державных ресурсов, которые сегодня необходимы для развития бизнеса. Кадровые вопросы – это то, что также планируют решить на протяжении этой сессии. В фракции ждут собеседования с претендентом на кресло главы Нацбанка. Пока же, как голосовать избранники не знают. Это Гонтарева только в штанях. Я не знаю, что там у него в штанях есть, но мы завтра это проверим. Нас интересует, какую политику будет проводить эта Гонтарева в штанях. Пока мы ее не почуем, нам важно вызначить это, что до поддержки этой кандидатуры. Если собеседование во фракциях пройдет успешно, уже на следующей пленарной неделе кандидатуру Якова Смолья могут утвердить, как и проголосовать за назначение членов Центра избиркома. О правительственных кадрах и министерских приставках ИО пока предпочитают молчать. Мол, идут консультации. Елена Зурина, Вадим Свиридунов и Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». Что касается нового состава ЦИК, то там нет представителей от оппозиции. А это противоречит всем принципам демократии, европейским нормам и рекомендациям международных институтов. Об этом заявили в УПА-блоке. Его представители требуют от президента сбалансировать состав комиссии и назначить двух кандидатов от Политсилы. Требования оппозиционеров прокомментировала представитель президента в парламенте Ирина Луценко. По ее словам, глава государства может подать дополнительные кандидатуры и состав ЦИК будет сбалансированным. Затронула Ирина Луценко и тему руководства Нацбанка. Она считает, что сейчас слово за депутатами еще не уволенная. Глава НБУ Гонтарева готова прийти в парламент, как только депутаты определяются с датой. Валерия Гонтарева готова святаться в парламенте про свою деятельность. Если можно так же вызначитесь с датой, когда это можно будет рассмотреть в одном из самых ближайших парламентских недель. Говорила представитель президента в парламенте и о так называемом антибандеровском законе, принятом польским сеймом. Точнее, озвучила позицию главы государства. По ее словам, Петр Порошенко считает документ несоответствующим принципам стратегического партнерства между странами и призывает Варшаву к объективности и диалогу. Из-за закона об институте исторической памяти украинские националисты пикетировали сегодня польские дипучреждения. Требовали его отменить. Акции прошли одновременно в нескольких городах. Как все было, видели наши корреспонденты. Самый многочисленный пикет прошел в Луцке. Там, к польскому консульству, пришли около 200 протестующих. Собравшиеся под флагами нескольких полицил требовали отменить принятые сеймом поправки к закону об институте национальной памяти, в рамках которого запрещается, цитирую, бандеровская идеология. Это, фактически, страда наших дипломатических отношений. И вместо того, чтобы объединяться и держать какой-то спильный дипломатический удар в Схидной Европе, польская влада на сегодняшний день, на самом деле, принимающий такой закон, она популяризирует радикальные настроения в самой стране против украинцев. Меня это очень удивило и уборило. Мы же помним все, когда была подписана такая добрая справа президент Квасневский и президент Кучма. Прощаем и просим пробачивания. И очень прикро, что сегодня поляки так относятся к Украине. Впрочем, все прошло достаточно спокойно. Через час собравшиеся передали свои требования польскому консулу и разошлись по домам. Пикетировали польское диппредставительство и в соседнем Львове. Около полусотни представителей Азова и Свободы пришли к зданию консульства. Абсолютно недружные выпады с боку польской державы в бок Украины. Мы закликаем их вдуматься, не подписывать эти законы. Впрочем, из польского консульства к протестующим никто не вышел. Как сказали нашей съемочной группе, в секретариате сегодня консул отсутствует. А это уже Харьков. Несколько десятков националистов с плакатами также требовали встречи с польским консулом. И здесь тоже к пикетчикам никто из дипломатов не вышел. Сегодня, на жаль, есть штучное создание напряжения в дипломатических отношениях между Украиной и Польшей. Потому что, по большому счету, это только манюпулирование историческими датами и событиями. Ничего больше. ООН ввели национально-визвольную войну украинского народа. Против всех, какого-то, загарбников и оккупантов, немцев, ляхов, москалов. Окупант, он и оккупант. Кем бы он ни был. Прошла акция протеста и в столице. Чуть менее сотни пикетчиков, полтора десятка репортеров до полсотни силовиков. Протестующие пришли с плакатами и флагами, в основном партийными. Помитинговав около получаса, люди передали послу Польши в Украине свой манифест с требованием не принимать правки к скандальному закону. В целом, все прошло спокойно. Мы должны иметь свою гидность и защищаться, это, конечно, для европейских народов, это нормально. Они всегда защищают себя. Руслан Смичук, Светлана Шекера, Галина Якушко, Александра Фетисова, Олег Неведомский, Александр Яновский, Юрий Голубенко. Подробности, телеканал Интер. Оснований менять закон об институте национальной памяти нет. Об этом заявил министр иностранных дел Польши. Яцек Чепутович считает, что этот документ защищает государство от клеветы. На днях премьер Матеуш Моровецкий записал видео, где объясняет цель изменений в законе. Он подчеркнул, что Польша была первой жертвой Третьего рейха и главная задача документа – бороться с ложью. Как известно, нововведения вызвали возмущение мирового сообщества. Кроме Украины, скандальный закон осудили Израиль, США, Германия и ОБСЕ. Из-за нового закона международный марш живых может теперь проходить в Украине. Это ежегодное мероприятие для израильских школьников, которые проводили в Польше. Перенести его в нашу страну попросил главный раввин Украины Маши Осман в открытом письме министру образования Израиля. Напомню, теперь тем, кто обвиняет поляков в причастности к нацистским преступлениям, грозит до трех лет тюрьмы. Маши Осман считает, что закон может спровоцировать антисемитские нападения со стороны польских экстремистов. В Израиле очень относятся, очень больно воспринимают вопросы, все, что связано с Холокостом. Закон, который принял польский семь под номером 55А, в котором говорится, что любое утверждение, что поляки не принимали участие в истреблении евреев, за это будут караться уголовной ответственностью и сроком до нескольких лет. Отличные отношения, идеальное партнерство. Так оценила верховный представитель ЕС Федерико Магерине сотрудничество Евросоюза. Нет, не с Украиной, а с Грузией. Сегодняшнее заседание Совета Ассоциации Грузия ЕС прошло без замечания об антикоррупционных реформах, в отличие от Украины. Продолжите, Елена Абрамович. Грузия, Украина и Молдова – это особые восточные партнеры Евросоюза. Для них Брюссель и двери открывает шире, и помощи предоставляет больше. Наиболее понятный и четкий диалог из трех стран, по словам дипломатов, с Грузией. У нас превосходные отношения и партнерство работает идеально. За последние годы наша дружба принесла много позитивных результатов. Заработали соглашения об ассоциации, зоны свободной торговли и безвизовый режим. Переговоры о визовой либерализации Грузия начала на два года позже, чем Украина – в 2012-м. Но выполнила план реформ раньше. Соответственно, грузины первыми получили безвиз. Преуспели и в беспошлиной торговле с ЕС. Граждане ЕС покупают и пользуются все большим количеством грузинских товаров. Мы уже стали первым торговым партнером Грузии. И за первые 9 месяцев 2017-го грузинский экспорт в ЕС вырос на 37%. Впрочем, Киеву тоже удалось значительно нарастить эти показатели. 30% за прошлый год. А вот отстает Украина от Грузии в первую очередь в вопросе антикоррупционных реформ. Слово «коррупция» в диалоге Брюсселя и Тбилиси даже не звучит. Этот фактор не тормозит предоставление финансовой помощи стране. Подпортила репутацию Грузии разве что ситуация с безвизом. Несколько стран, такие как Швеция и Исландия, пожаловались на рост запросов от грузинов о предоставлении им статуса беженца. В Украине таких замечаний не было. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Сербия и Черногория могут присоединиться к ЕС до 2025 года. Еврокомиссия хочет ускорить переговоры с этими странами. Об этом ранее уже сообщал Еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан. Теперь же такое положение закрепили документально в стратегии ЕС в отношении балканских стран, которую Хан представит завтра. По словам Еврокомиссара, дверь ЕС также открытый для других государств бывшей Югославии. Украина на 112-м месте в мировом рейтинге по уровню жизни. Его каждый год составляют британские аналитики. Начиная с 2006-го, когда был опубликован первый индекс процветания, Украина опустилась в таблице на 17 позиций. В этом году первую тройку в рейтинге процветания представляют Норвегия, Новая Зеландия и Финляндия. Об уровне жизни в Украине сегодня говорили и нардепы. Так, лидер радикальной партии заявил, что в Украине за чертой бедности живут миллионы. И по мнению Олега Ляшко, первым шагом власти для выхода из кризиса должно быть повышение прожиточного минимума зарплат и пенсий. А там эксперты дебильные, выходят и рассказывают, что украинцы каждый день икру едят. Я не знаю, где они нашли тех украинцев, которые каждый день едят икру. Таких украинцев человек 20 есть в Украине, может 200. А 40 миллионов людей хлеб без масла едят. Едина возможность подолать бедность – это поднимать доходы людей. За нашими подрахунками минимальная зарплата 5700 гривен на месяц должна быть. Минимальная пенсия – 3500 гривен на месяц. Два обстрела с начала суток боевики по-прежнему нарушают перемирие в зоне АТО. Сегодня открыли огонь из гранатометов и пулеметов в районе Луганского. А неподалеку от Лебединского в ход пошли минометы запрещенного калибра. Неспокойно и в районе Светлодарской дуги на позициях там побывал наш военкор Игорь Левенок. Нулевая позиция в районе Светлодарской дуги. Украинские солдаты говорят, перемирия здесь нет. Бывает лишь относительное затишье. Время от времени со стороны оккупантов раздаются пулеметные очереди. Начинается стряпа. А прошлой ночью здесь завязался бой. Боевики открыли огонь из стрелкового оружия, а затем ударили из гранатометов и БМП. Нашим пришлось отстреливаться. К счастью, обошлось без потерь. Это осколочный Баховский. БМП один возле туалета, возле кухоньки упало. Они туда пристрелялись хорошо, оттуда уже забрали все. Но чаще всего, говорят военные, их беспокоила одна вражеская пулеметная точка. Противник там не жалел патронов, обильно поливал свинцом украинскую позицию. Каждый вечер, бывало и днем, открывался огонь. Бывало и такое. Не раз нырял в окоп, когда уже 12,7, произно, над головой взрывался. Об интенсивности огня боевиков свидетельствуют вот такие следы на деревьях. В этой посадке, по всей видимости, нет ни одного деревца, куда бы не попала вражеская пуля. Вот это, попадание пули, 12,7 калибра, с вражеской территорией. При попадании просто дерево снесло. На днях проблему с надоедливым пулеметом наши бойцы решили. Они отправились в разведку и прямо из-под носа у боевиков стащили вот этот 40-килограммовый утес. Крупнокалиберный пулемет российского производства. Мы, скажем, там, займели, да, гранатомет, ствол для пулемета, пулемет и еще немного. Вот. К сожалению, больше техники не было, а то у нас был бы еще и танк. Когда неприятель спохватился, наши разведчики были уже далеко. Теперь бойцы шутят, в следующий раз у врага уведут что-нибудь посерьезнее. На танчику на какомусь, например. Приехать уже с той стороны. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Фатальное столкновение. Не стало известного волонтера и дизайнера Леонида Краснопольского. Он родом из Донецка, помогал украинским военным, был в плену у боевиков, а после освобождения переехал в Днепр. Погиб накануне в ДТП. Обстоятельства этой аварии выясняла Елена Миндалюк. Это видео с места гибели известного волонтера Леонида Краснопольского в Днепре. По предварительной информации, он ехал по набережной Победы. Когда попытался сделать разворот, в его авто влетел джип. Основной удар пришелся в левую сторону кузова, где за рулем и находился Леонид. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики-неотложки лишь констатировали смерть. За рулем внедорожника был Антон Сердюк. Он работает в одной из городских больниц Кривого Рога. Как выяснилось, это сын известного в городе офтальмолога Сергея Сердюка. Он и вызвался прокомментировать аварию с участием сына. Говорит, Антон до приезда скорой пытался самостоятельно оказать первую помощь Краснопольскому. Но безрезультатно. О случившемся сожалеет вся его семья. Он приехал по своей полосе. И буквально он говорит, папа, через две доли секунды у него перед глазами стоит перпендикулярно машину. Почему этот человек начал такое движение? Либо разворачивался, либо может быть у него что-то случилось во время движения. Может быть у человека возник эпиприступ. Может быть еще какие-то обстоятельства. Мне тяжело сейчас сказать. Где сейчас находится Антон Сердюк неизвестно. В полиции говорят, он работает со следствием, дает все необходимые показания. На данный час призначены соответствующие экспертизы для установления. Что самое случилось и кто ест в указанном ДТП. Древает досудовое расследование. Погибший в аварии Леонид Краснопольский. Известный волонтер, дизайнер, владелец магазина «Хунта», в котором продается патриотическая продукция и автор комиксов о героях АТО. Первый выпуск Краснопольский презентовал в ноябре прошлого года. Прототипом стал командир батареи Днепровской 25-й бригады. Наш главный герой, он никакой суперспособностью не обладает. Но 9 остальных обладает каждой суперспособностью. Следующий мужской персонаж, он сможет телепортироваться. Третий мужской персонаж, он очень хорошо разбирается во всяких видах оружия. Причем даже такого оружия, которого в нашем мире еще нет. Товарищи погибшего говорят, всю выручку Леонид отдавал на нужды украинских военнослужащих. Он шил мужские костюмы. Большая партия у него до сих пор, по-моему, висит в его магазине, но она не востребована. Он полностью перешел на рельсы патриотической символики и помощи нашим бойцам. Похоронят Леонида Краснопольского в среду в Днепре. Елена Медлюк, Евгений Ковнецов. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Дедлайн для передачи земель территориальным громадам назвали в правительстве. Крайний срок – февраль-март. Об этом сказал премьер Владимир Гройсман во время специального совещания, посвященного земельным вопросам. А весь начатый правительством процесс должен завершиться до конца года. Что позволит УТГ наконец определиться со своими территориями. Сегодня мы можем в рамках правительства Кабинета Министров Украины ухвалить все необходимые решения для того, чтобы правильно передать землю в властность объединенных территориальных громад. Самое – провести проект отведения земельной отделки, передать ее в властность. И таким образом территориальные громады полностью будут владеть землей, свободно нею распоряжаться, и никто не сможет этому заважать. На голом окладе и без премий работали министры в прошлом году. Об этом журналистам мы читались в секретариате правительства. Напомню, ранее премьер попросил министров умерить аппетиты и лишил их возможности выписывать себе огромные премии. По словам Гройсмана, достойные премии дадут тем, кто покажет наиболее эффективную работу. Список позором. Минюст создал публичный реестр лиц, которые не выплачивают алименты. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко. По его словам, в список попадут те, кто должен больше, чем за три месяца. А контролировать злостных неплательщиков будут специальные группы исполнителей. По словам Петренко, реестр обнародуют в ближайшее время и в нем уже 75 тысяч записей. Только в прошлом году Минюст взыскал с должников 2,5 миллиарда гривен. Это подробности и вот о чем мы расскажем во второй части программы. Игры со страховкой. Какую аферу провернули выходцы из Украины и России в Германии. И какой тюремный срок за это грозит. Игнур Миланьи. Почему первая леди США демонстративно отказывается от фото с Дональдом Трампом? Что не так в президентской семье? Правоохранительные органы должны разобраться. Ситуация в Черкассах, где принимать бюджет депутатам помогали неизвестные в масках. Об этом сегодня заявила вице-спикер парламента Ирина Гераченко. По ее словам, это неприемлемая и вопиющая ситуация. Напомню, на прошлой неделе люди в масках пришли на заседание Черкасского гурсовета. Агрессию не проявляли. Просто стояли в проходах между рабочими местами депутатов. Видимо, своим внешним видом молодые люди способствовали принятию бюджета. При этом, каким образом дружина попала в сессионный зал, непонятно. Это ключевая ситуация, что у нас дети уже решают, как работает та или иная Рада. И поэтому я требую, чтобы мы сформировали следовательную комиссию, которая должна рассматривать вопросы, что произошло в Черкассах, чтобы нам слуги так же заявили, что это происходит. Продолжение следует... Напомню, свои обязанности чиновник не исполняет уже больше месяца отдыхать. Он ушел еще 26 декабря. Последний раз объявлялся в Фейсбуке. Поздравлял одесситов с Новым годом. И сегодня же в Одессе решали судьбу памятника Екатерине Второй. Напомню, в апелляционный суд обратились и сторонники, и противники монумента. Противники требуют демонтировать памятник. Городские власти выступают за его сохранение. Чем закончилось заседание, знает Андрей Анастасов. Больше месяца стороны готовились к дебатам. Первыми выступили авторы иска, активисты Ассоциации казацких обществ СИЧ. Они считают, 10 лет назад власти Одессы незаконно перенесли из центра города памятник морякам-потемкинцам. И также незаконно восстановили на этом месте монумент Екатерине Второй, уничтоженный при большевиках. Утверждают, тогда мэрия не получила специального разрешения Кабинета Министров на это. Поэтому теперь памятник императрице нужно снести. Представитель горсовета парирует. Какого-то отдельного согласования не требовалось, потому что памятник потемкинцам местного, а не национального значения. Поэтому нужно оставить все, как есть. По решению выполняющего комитета Одесской областной ради народных депутатов 1991 года, ему был наден соответствующий статус. Пока стороны дискутируют в зале свои дебаты на улице. Для одних митингующих Екатерина Вторая основательница Одессы, и они горой стоят за памятник. Для других это центр антиукраинских настроений. Украина забудет о нашей крови, и цареться, она тут ни разу не была. Понятно, что Екатерину никто не даст носить. Но даже сама постановка вопроса и само рассмотрение этого дела в суде очень оскорбляет здравомыслящих одесситов. В итоге суд вынес дипломатичное решение. С одной стороны распоряжение мэрии о переносе и установке памятников признал незаконными. С другой апелляционную жалобу казацких обществ оставил без удовлетворения. То есть демонтировать монумент никто не будет. Завдание суду не расхитывать ситуацию. Потребно дотримоваться балансом между законодательными нормами и разными думками общества. Данное решение позволит сохранить в первую очередь одну из красивейших площадей Европы, Екатериненскую площадь, в первозданном виде. Позволит сохранить гражданский мир в Одессе и позволит сохранить историческую справедливость. Теперь у противников памятника Екатерине Второй есть месяц, чтобы обжаловать это решение в Верховном суде. Воспользуются ли они этим правом, пока неизвестно. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. В Закарпатье задержали мужчин, которые открыли стрельбу на границе. Во время патрулирования пограничники увидели внедорожник с чешскими номерами. Из него вышли двое и направились в сторону границы. На требование предъявить документы запрыгнули в машину и попытались скрыться. Один из них сделал выстрел в воздух. Пограничники открыли предупредительный огонь в ответ. В результате нарушителей нашли в селе недалеко от Украинско-Румынской границы. Как оказалось, оба мужчины местные жители. Во время обыска в доме одного из них нашли стреляную гильзу и охотничий карабин. Украинцам грозит эпидемия дифтерии. Таковы прогнозы медиков. Все из-за низкого уровня вакцинации. Против этой смертельной болезни в стране привито менее половины детей. А чтобы выработался общий иммунитет, нужно, чтобы показатель превышал 90%. Минздраве уверяют, вакцин против дифтерии в стране достаточно, однако мало сыворотки, которой можно лечить болезнь. Всего 900 доз. И в случае вспышки этого хватит только на несколько дней. Дифтерия действительно заболевание, которое быстро распространяется, если оно возникает. Да, сейчас мы находимся в минимуме, но в инфекционной патологии важна система готовности. И весь цивилизованный мир тратит на эту систему большие деньги. Начиная с системы, прежде всего, профилактики, предотвращения, мониторинга. Пока не будет налажена вот эта система, мы с вами никто не находимся ни в какой безопасности. Патки на взятки. Во Львове сотрудники СБУ задержали председателя Самборской территориальной громады. 15 тысяч гривен мужчина требовал у предпринимателя, который хотел провести ремонт в школе и заменить окна в местной больнице. Для этого нужно было подписать договоры, за что глава тергромады и требовал взятку. Задержали вымогателя в центре города при передаче очередной суммы 10 тысяч гривен. Если вина будет доказана, чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы. А вот за миллиардные махинации у нас вполне могут отпустить. По крайней мере, под домашний арест. Как, например, Наталья Югнатченко, главу Набсовета Вернумбанка. Ее подозревают в отмывании денег вместе с преступной группировкой Януковича за владение средствами черноморного газа на сумму более чем 3 миллиарда гривен. Но суд решил отправить Игнатченко под домашний арест. Да и то, отбывать наказание она будет только ночью. Аферисты с Востока в Германии осудили выходцев из Украины и России за медицинские махинации. Основатели фирм по уходу за престарелыми и тяжелобольными обманывали страховые службы. Как работала схема, расскажет Татьяна Лагунова. От двух до семи лет земельный суд Дюссельдорфа вынес приговор по делу так называемой медицинской мафии. Девять человек все, по данным немецких СМИ, выходцы из Украины и России, приговорены к тюремному заключению за мошенничество и обман страховых касс. Все осужденные работали в фирмах по уходу за престарелыми или тяжелобольными людьми. Они договаривались с клиентами, как правило, тоже выходцами из стран Восточной Европы, о такой хитрой схеме обмана страховых касс. Пациенты за денежное вознаграждение подписывали документы о том, что они получают от компании по уходу полный перечень услуг. Это и терапевтические процедуры, и уборка, и помощь в закупке продуктов. Фирмы, не делая ничего из вышеперечисленного, просто пересылали счета за услуги в страховые кассы и получали от них щедрые выплаты. По данным следователей, за несколько лет работы компании выставили фальшивые счета по уходу за более чем сотни клиентов и нанесли Германии ущерб в размере 8,5 миллионов евро. Сегодняшний вердикт, впрочем, в силу пока не вступил, его еще можно обжаловать в Федеральном суде Германии. Процесс в Дюссельдорфе – это только начало, говорят немецкие правоохранители. Под подозрением в мошенничестве сейчас находятся более 200 фирм по уходу за тяжелобольными и престарелыми людьми в разных городах Германии. И большинство из этих компаний тоже основаны выходцами из стран Восточной Европы. Татьяна Лугнович, Слав Фролов. Подробности. Немецкое бюро телеканала «Интер». Скандал в благородном семействе. Все выходные Америка обсуждала раздор между Дональдом Трампом и его женой, который она, похоже, уже перестала скрывать. Миланья демонстративно нарушила протокол во время поездки во Флориду и отказалась фотографироваться с супругом. Что же так разозлило первую леди? Дмитрий Анопченко собрал все факты. Намеков, что у президентской четы что-то не так, и без того хватало. Когда за каждым твоим жестом следят телекамеры и папарацци, скрыть ничего невозможно. Чего только стоят кадры, когда в момент триумфа, на инаугурации мужа, Миланья стояла у него за спиной с грустным лицом и искусственно улыбалась, только когда Дональд Трамп к ней поворачивался. После этого пресса раз за разом обращала внимание на странные моменты. Вот Чита Трампов прибыла в Белый дом на встречу с семейством Обамы год назад. И Дональд уже вышел из машины, а Миланья открывает дверь сама намного позже. Что ж ему ж руку-то не подал, судачила тогда Америка. Но списали все на импульсивность нового президента. Но это были лишь единичные эпизоды. Если между Дональдом Трампом и его супругой случались конфликты, а с кем не бывает, то все они оставались за закрытыми дверями. И лишь сейчас журналисты из президентского пула, те, кто сопровождают главу государства, везде и всюду признаются, видят своими глазами. Таких событий все больше. Миланья не дает себя взять за руку, когда президент пытается сделать это на людях. Вырывает ладонь, как это было во время визита в Израиль. На ежегодное обращение президента к Конгрессу приехала отдельно. Хотя по традиции президентская чета пребывает вместе. А в годовщину избрания президента первая леди, хоть и вывесила на своей странице в соцсети поздравления, все-таки статус обязывает, но прикрепила к нему фото, где она в сопровождении не мужа, а охранника. И вот сейчас очередной эпизод, который заставил всю страну уговорить, мол, у этой пары что-то не так. В выходные Дональд Трамп с женой и сыном провел во Флориде. По правилам Белого дома, любая поездка главы государства, даже если это поездка на короткий отдых, это все равно протокольное мероприятие. Проводится аккредитация прессы, журналисты ждут у трапа борта номер один. Но в этот раз Миланья подчеркнуто нарушила протокол. Отказавшись фотографироваться или даже задержаться на секунду, вырвала руку, стремительно отошла от мужа, оставив президента позади. Трамп в одиночестве помахал фотографам и тоже сел в машину. В чем причина происходящего, пресса сейчас гадает. Нью-Йорк Таймс даже сенсационную статью напечатала, мол, якобы Миланья мстит мужу за интрижку с парнозвездой, о которой только сейчас стало известно. Но правда это или нет, кто знает, а понятно только одно. У Дональда Трампа, помимо борьбы политической, сейчас и второй фронт возник. Семейный. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Чего теперь не смогут делать французские водители и почему счастье не в деньгах? Об этом и не только в нашем обзоре. Никакого телефона за рулем. Во Франции водителям запретили пользоваться мобильными гаджетами в автомобиле. Единственное исключение, если машина припаркована на стоянке. А вот за использование мобильного на обочине или при включенном аварийном сигнале водителю грозит штраф в 135 евро и лишение трех очков в водительских правах. Гробницу, которой почти 4,5 тысячи лет, обнаружили неподалеку от египетской столицы, на плато Гиза. По мнению археологов, усыпальница принадлежала жрица Хетпет, которая жила во времена правления пятой династии фараонов и была приближенной к тогдашней элите. На стенах сохранились изображения охоты и рыбалки при участии самой жрицы. На данный момент ученые раскопали меньше половины сооружения. Счастье не в деньгах. Такое заявление сделал самый богатый китаец. Джек Маглова и основатель компании Либоба, в которую входит популярная торговая площадка Алиэкспресс, заявил, что чувствовал себя более счастливым и довольным жизнью, когда у него не было денег. Тогда Джек только окончил университет и подрабатывал учителем английского. Он считает эти времена лучшими моментами в жизни. Сейчас состояние самого богатого человека в Китае составляет более 47 миллиардов долларов. Деревенскую олимпиаду в 58-й раз устроили в индийском штате Пенджаб. В программе около полусотни дисциплин. Например, соревнования на слонах, акробатические трюки на мотоциклах и полет на мото-дельтаплане. Есть и необычные. Протянуть мотоцикл, держа его зубами за веревку, или без помощи рук пронести плуг, который весит 60 килограммов, или удержать на себе вес авто. В японском городе Саппора начался традиционный снежный фестиваль. На смотровой площадке выставили гигантские ледяные скульптуры в форме местных достопримечательностей, а также знаменитостей и персонажей аниме. За неделю тут установят 200 таких скульптур. Организаторы ожидают до 2 миллионов посетителей. В Киеве продолжается украинская неделя моды. Сегодня свою дебютную коллекцию представила Лида Арфуш. На показ пришли звезды украинского шоу-бизнеса и известные политики. Свой бренд Лида назвала Жарден Экзотик. Экзотический сад. Декорации и подиум были украшены настоящими растениями, а в руках многие модели держали цветы. Дизайнер на этом останавливаться не собирается и уже вскоре начнет готовить следующую коллекцию. Бренд называется Жарден Экзотик. И сегодня вот дебют, который я бы сказал, что это, наверное, Лида его готовила за последние 10 лет. Экзотический сад, потому что, да, мы сами себе, как сказать, семья смешная большая, ну, там, Корея, Украина, Ливан, Франция, такая смешная семья. И вот у нас все экзотичное получается. Коллекция был мут от фильма Вонга Карвая «Любовное настроение». Поэтому очень много азиатских мотивов присутствует в постановке и в самой коллекции. Коллекцию мы создавали полгода. Если честно, мне очень приятно, что все удалось и всем гостям очень все понравилось. Это самый лучший показатель, когда людям нравится. Это круто. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности Юэй, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова